Добрый день! В этой инструкции я расскажу вам о настройках шаблона Adornment, автор WPF, тема премиум, версия 1.0. После установки активации шаблона стандартным способом у вас в разделе внешний вид появится страница настроек Adornment Option. Откройте ее. Здесь вы увидите несколько вкладок. Первая вкладка главные настройки или общие, следующая вкладка рассказывает о настройке слайдера, вторая, третья, дает рекомендации какие использовать плавины для SEO оптимизации вашего сайта, четвертая вкладка навиграция, пятая вкладка реклама и шестая вкладка здесь дополнительные настройки, которые вы можете сделать. Итак, по порядку. На вкладке, которая открывается первая, главные или общие настройки, вы увидите здесь возможность добавить картинку логотип, картинку Favicon, потом настроить количество записей для каждой страницы, которая является основными. Главная страница просмотра архива рубрик, страница просмотра вообще архивных страниц, страница поиска и страница меток. Далее здесь у вас идут настройки секций главной страницы. Вы видите, что на главной странице выводится по несколько записей из 1, 2, 3, 4 и 5 рубрики. Внизу у вас есть постраничная навигация, которая подключается с помощью плагина WP PageNavi и подвальный сайтбар, где вы можете вывести 3 динамичных виджета. Также у вас есть сайтбар с правой стороны, где тоже подключаются разнообразные динамичные виджеты. Два больших меню вверху и внизу баннер рекламный в заголовке, 4 баннера рекламных в боковой колонке. Здесь же у вас есть Twitter подключенный и лента RSS. Ну вот об этих настройках сейчас я вам буду рассказывать. Итак, для того чтобы добавить свой логотип, давайте откроем папку шаблона и посмотрим. Я советую вам ее разархивировать на своем компьютере. Там вы найдете папку, которая называется Logo и в этой папке увидите логотип автора. Вы можете заменить эту картинку своей или потом просто ее загрузить на свой сайт, свою картинку. Обратите внимание, размер логотипа 483 на 55 точек. Для того чтобы загрузить, вам надо просто сюда добавить ссылку. Но я вот сейчас пробую, у меня почему-то эта кнопка не срабатывает. Не знаю будет ли у вас или нет. Поэтому загрузить можно иначе. Откройте библиотеку, медиафайлы библиотека добавить новую. И здесь вы просто загружаете картинку. Давайте мы сейчас поставим картинку автора. Открываем логотип, загружаем его. Здесь у нас есть ссылка на этот файл. Копируем ссылку. Переходим назад в панель и эту ссылку сюда вставляем. Точно так же вы можете добавить логотип. У автора по-моему его нет. По умолчанию. Поэтому давайте я сейчас какой-нибудь логотип, точнее файликон сюда вставлю. Ну как вариант, как вариант, давайте сейчас я быстро покажу, где у меня есть. Вот здесь я делал человеку логотип. Вот такой. То есть маленький значок размером не больше 32 точки в ширину. Копируем. Ссылку и вставляем ее здесь. Так, добавили. Можем сразу перейти вниз, нажать кнопку сохранить. Здесь вы увидите сообщение, что настройки сохранены. Теперь открываем главную страницу, перегружаем ее. И видим у нас логотип добавился. Фавикон на локалке иногда не видим. Бывает, что Денвер перехватывает на себя фавиконы, которые здесь стоят. Но на удаленном сервере, я думаю, это будет работать. Теперь поехали дальше. Здесь мы можем, я как уже сказал выше, настроить количество записей для главной страницы и других страниц вашего сайта. Давайте посмотрим, сколько у меня сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Пять записей. Видите, в этой ленте. То есть вы настраиваете ленту. Вот пять штук. Это касается именно рубрики, которая идет после вот этих четырех блоков. Вы можете ее настроить здесь. Остальные страницы, опять же, здесь вы выводите от одной до двадцати записей. Для любой этой страницы. Главная страница, страница просмотра, рубрик, архивов, поисковая страница и страница метод. Следующий блок. Здесь у вас идет четыре блока, вот этих квадратных. Обратите внимание, то есть у вас должны быть созданы рубрики, как минимум пять, для того, чтобы их сесть подключить. Соответственно, для каждой рубрики вам желательно создать уже какое-то количество записей. Тогда вы здесь в списке выбираете рубрику, созданную, и указываете, сколько записей в этой секции выводить. Соответственно, вам надо сделать так, чтобы у вас не перекосило. То есть, желательно, чтобы, допустим, или по две, или по три, или по одной, то есть кратное. Ну, мне так кажется, так будет правильно. Здесь вы выбираете название рубрики, здесь вы пишете заголовок этой рубрики, а здесь вы выбираете количество записей от одного до десяти, выводить в каждую секцию. Ну, допустим, у меня там, по-моему, больше двух нет записей в примерах, поэтому, вот, сделайте так, как у меня сейчас вы видите на видео. То есть, подключаете разные четыре рубрики, и для последней, фьюдшит артикулс, в данном случае это вот лента новостей, я так перевел это место, вы выводите еще какую-то рубрику, и показываете здесь количество записей. То есть, в принципе, оно дублируется вот с этим местом. Далее указываете формат даты, там по умолчанию будет стоять по-другому, советую написать так, как у меня сейчас в примере вы видите. Включить комментарии в записи, то есть вы можете их включить или отключить, прямо здесь. Здесь вы можете вставить какой-то скрипт в заголовок, здесь скрипт счетчика. Google Analytics или Яндекс.Метрики прозрачный. Ну а в хидере, какие еще коды вставляются? Можно здесь счетчик поставить в хидере, а можно какой-либо код, допустим, того же фейсбука. То есть, вы можете не править, не редактировать файлы шаблона, тот же файл хидер, а все коды, которые вам необходимо добавить в заголовки, в том или ином случае, это бывает на том же фейсбуке, когда вы добавляете кнопки и еще какие-либо сайты просят добавить свой какой-то персональный скрипт в заголовок, то вы можете вставлять эти заголовки прямо в этой секции. Все изменения, которые вы делаете, не забывайте нажимать на кнопку Save, Сохранить. Следующая страница, следующая вкладка, это Future Slider Setting, то есть настройка слайдера. Здесь вы можете его включить или выключить. Опять же, если вы его включаете, вы выбираете рубрику и выбираете количество записи от 1 до 20 для вашего слайдера. И, соответственно, он будет у вас вот таким вот образом работать. Ну, здесь не забывайте подбирать размер картинки, учитывая ширину и высоту слайда. Вот видите, да, если картинка меньше, то, соответственно, здесь остается черный фон. Следующая вкладка, SEO Option. Здесь автор советует поставить плагин All in SEO Pack и также дает рекомендации и описание 10 плагинов бесплатных, которые он рекомендует использовать в качестве плагинов, оптимизирующих ваш сайт. Давайте откроем эту ссылку. Посмотрим, что здесь предлагается. Рекомендуется. Allen SEO Pack, SEO Smart Link, Super Tag, Platinum SEO Pack. Он дублирует, в принципе, Allen SEO Pack. То есть или-или надо ставить. Google Sight Map Generator, SEO Ultimate, Greg High Performance SEO. Ну, все, в основном эти все плагины англоязычные, они не переведены на русский. Поэтому ищите, используйте лучше те, которые уже русифицированы. Но большинство из них есть в русском переводе, надо искать на рунетовских сайтах. Так, следующая, четвертая вкладка, навигация, настройка. Значит, что здесь? Здесь, обратите внимание, давайте вместе посмотрим. Когда вы создаете рубрики и страницы, они все автоматически добавляются в оба меню. Поэтому вам надо это меню дополнительно настроить. Если у вас стоит WordPress 3.0 и старше. То есть, я говорю, там, 3.01, 3.02, 3.1, 3.2 и так далее. То, соответственно, вам это делать, вот эту страницу настраивать, не обязательно. Почему? Потому что она создавалась автором для тех, кто использует WordPress старых версий. То есть, для старой версии здесь можно дополнительно что сделать? Отключить вывод страниц в верхнем меню и во втором меню. Также здесь настроить количество уровней, подуровней. Сколько может быть их, видите, да? Вот 3 от 1 до 20. Это если у вас версия WordPress старше 3.0. Допустим, 2.7, 2.8, 2.9 и так далее. Давайте сейчас я как раз для вас, если у вас такая версия, я вам это расскажу. Обратите внимание, что здесь есть ссылка на главную, есть ссылка на страницу. И дальше идут ссылки на рубрики. Ну, допустим, вот у вас есть рубрика без рубрики. Ее надо выключить. Давайте мы посмотрим, как это сделать. То есть, ставим флажок. И нажимаем кнопку сейв. Открываем главную, перегружаем ее. Вы видите, ссылка без рубрики пропала. Точно так же вы можете выключить любую другую ссылку. То есть, вы можете убрать, к примеру, все рубрики. Все рубрики из верхнего меню оставить только страницы. В данном случае у вас будет ссылка главная и ссылка на страницу. Пример страницы. Видите, да? То же самое вы делаете в меню рубрик. То есть, в нижнем меню. Хотите оставить только рубрики без страниц. Соответственно, переходите на эту вкладку. Смотрите. Горизонтал навигейшн меню. И вот здесь будет список всех ваших страниц. Вы просто его нажимаете. Северный талк. Выключить все. Выбрать все, точнее. Нажимаете сейв. И после этого... Так, что такое? А, да. Тут у нее есть такие глюки. Сейчас я планову. Выбираем все здесь. Выбираем все здесь. Так, и линги. Теперь нажимаем сейв. Вот, я обращал внимание. Она подглючивает. То есть, у нее снимается это все. Сейчас, секунду. Возможно, из-за того, что это верт. Нет, все. Вот, видите? Один раз делаем. Если я повторно сейчас начну менять, оно сбросит настройки. Поэтому меню настраивать надо один раз. И здесь, если у вас есть рубрика, подрубрика, то, соответственно, откроется ссылка на нее. Здесь я не знаю, почему. Стоит немножко картинка кривовато. То есть, вот есть такой пробельчик. Ну, захотите настроить, настраивайте. Теперь я рассказываю, как это все настроить можно на тройке. Надеюсь, те, кто тройкой пользуется, знает, что в разделе «Внешний вид меню» вы можете настроить, допустим, ваше меню, которое здесь есть. В данном случае, видите, я его отключил. Вот, сейчас я могу его включить как главное и второе. «Сохранить». И теперь у меня меню будет работать для третьей версии. Вот, видите. Да, оно теперь работает именно так, как я настроил его здесь. То есть, главное меню у меня, главное и пример страницы. Ну, давайте я ее сейчас, к примеру, удалю отсюда. Чтобы вы увидели, что оно все работает. И во втором меню у меня вот стоит здесь. Давайте главное я уберу. Это просто для примера. И вы видите, здесь у меня верхних четыре ссылки и интернет, социальные сети под ссылкой есть. Перегружаю главную. Видите, да, главное здесь пример страницы ушел. И здесь, соответственно, тоже рубрика «Главная» ушла. Вот, все работает. Работает и для третьей версии, и для более ранних версий. Возвращаемся в настройки. С навигацией понятно. Здесь еще есть вот линки, отключаются. Но линки, кстати, я не разумеял, чтобы они выводились. Следующая вкладка «Advertisement», «Реклама». Ну, здесь все видно и понятно. То есть, в данном случае, по умолчанию, сейчас выведена картинка, которая лежит в папке «Images». Обратите внимание. То есть, вот у вас по умолчанию лежит 4 баннера 125 на 125. И вот есть 468-60 баннер. Вот эти 5 баннеров, они все по умолчанию вот здесь стоят. То есть, ваша задача, если вы хотите включить баннеры, то вам надо просто вот эти ссылки, которые здесь есть на картинке, заменить своими ссылками, прямыми. То есть, у вас будет ссылка на сайт идти. Потом папка «WP Content Teams». Папка «Advertisement». Папка «Images». И сама картинка баннер. То же самое, это баннер 468 на 60. То есть, здесь у вас ссылка на картинку. Здесь вы пишете ссылку, куда должен баннер ввести. То есть, в данном случае, сейчас он никуда не ведет. Вы видите, внизу слева ссылка появилась. «Focalhost», «Перевод» и «Решетка». Слева внизу, я имею в виду, слева внизу, вот здесь вот браузер. Давайте, допустим, сейчас мы поменяем ссылку, напишем ее полностью в HTTP. Ну и, к примеру, там тот же Google.com. И нажмем «Save». Перегрузим. И теперь я навожу на ссылку, и у меня внизу Google.com открывается, да? И я перехожу на Google. То есть, ссылка работает. Если вы хотите вместо картинки, в данном случае, использовать Google Adsense, то вы можете вот в этом поле добавить код Google Adsense. Как это сделать? Давайте мы уберем ссылку на картинку. Здесь ссылку оставляем. Ну или, в данном случае, ее можно тоже убрать. Переходим сюда. Берем скрипт Google Adsense. 468 на 60. Вот здесь у меня лежат мои коды Google Adsense. Я его копирую. Вот видите, да? 468 на 60. Открываю это окно и вставляю сюда этот скрипт. Теперь сохраняю. Захожу на сайт, нажимаю F5. И видите, у меня появилась ссылка Google Adsense скрипта. Понятно, да? Так, с рекламой все ясно. Здесь больше ничего, кроме рекламы нет. И последняя вкладка, мисклианс, дополнительные настройки. Значит, что здесь? Twitter аккаунт. Ну, в данном случае стоит аккаунт по умолчанию автора. Текст Twitter. Ну, здесь я его не вижу. Возможно, это с виджетом связано. Сейчас я еще посмотрю, я не помню там насчет виджета. Далее. About Us. Редактируйте, если вы хотите это показать. Вот хоть убейте, я не помню, где это выводится. Потому что я не видел этого нигде. About Us. Текст. Ну, если это виджет, тогда он подключается. Редактируйте этот текст, если вы его хотите вывести. Flickr. Если у вас есть аккаунт на Flickr, то, соответственно, у вас выведутся... Да, скорее всего, это виджет. И в контактной форме использовать email. Честно говоря, здесь контактной формы в шаблоне я не нашел. И страницы шаблона такой нет. Давайте откроем виджеты и посмотрим, что там есть. Да, есть вот Twitter авторский. Вот у нас текст для Twitter и юзерней. И есть у нас Flickr. Виджет. Давайте его тоже выведем, посмотрим. Это из Flickr. Здесь добавлен код. Как добавлять и создавать, я думаю, вы знаете. Если не знаете, ищите информацию. Так. И вот у нас, таким образом, два виджета автора есть. Ну, давайте перегрузим и посмотрим на них. Вот у нас есть Twitter, появляется. А вот Flickr не хочет. Что-то он глюканул и не хочет открываться. Так, я его сейчас удалю. И зависло в шаблон. То есть Flickr не хочет работать. Почему не знаю, разбираться не было. Ну, вот таким вот образом, в принципе, я рассказал все по инструкции, что здесь было. Текст, Flickr, контакт. Так, понятно. Теперь пару слов о миниатюрах. Миниатюры добавлять очень просто и легко. Через секцию миниатюра записи, при создании и редактировании записи, у вас есть справа внизу, в колонке, секция миниатюра записи. Когда ее нет, она выглядит вот таким вот образом. Вы нажимаете задать миниатюру. Открываете свой компьютер. Находите файлы изображений любые. Любые. Желательно по размеру совпадающие. И потом нажимаете использовать как миниатюру. И, соответственно, у нас здесь открывается миниатюра. Можно потом обновить. Давайте теперь посмотрим. По-моему, в этой записи я поменял изображение. Да. И вот оно у нас появилось здесь. Внутри записи, как видите, это изображение не появляется. Вот таким вот образом. Так, я сейчас вижу, что... Я вот это забыл перевести в лево-ритвы. Добавить комментарий. Сейчас я его изменю и подправлю. Вы уже будете скачивать с исправлением. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать о настройке этого шаблона. Как видите, шаблон, в принципе, неплохой. Довольно любопытный. Поэтому, если есть желание его использовать, с успехом можете его использовать. Будут вопросы, пожелания, советы. Пишите в комментариях к обзору этого шаблона. Всем спасибо. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok